Привет всем, с вами Дмитрий, канал 220 кВт и сегодня поговорим о ремонте Lenovo P585. Смысл проблемы в том, что была сломана левая петля. Как видно на фото, здесь уже восстановленная левая петля. Сломалась она по причине неаккуратного обращения отбока. Либо резко закрыли, либо резко пытались его открыть. В итоге петля была сломана. Купить петлю в России не представлялось возможным, поэтому было принято решение отдать ее в мастерскую по ремонту золотых украшений. Там мастер ее сварил и вот что получилось в итоге. Довольно-таки очень крепкое и мощное соединение. Дальше остается только сборка и установка петли на место. Припаиваем антенный провод в Wi-Fi и собираем все это хозяйство в скупе. Привет, ребят! С вами Дмитрий, канал 220 кВт. И сегодня я ремонтирую ноутбук Lenovo. Сломана левая петля. Новые купить не представляется возможным, так как их нигде не продают в России. Значит, было сделано следующую петлю. Пришлось отдать в ремонтную мастерскую по ремонту золотых украшений. Здесь сделали такую усилиющую напайку из твердоплавкого припоя, серебряного. Вот она вот в этом месте была сломана. Сейчас вот она, нормально сделали её. Будем собирать компьютер. Компьютер пришлось разобрать полностью. Вот как-то так. Компьютер пришлось весь разобрать полностью. Вот рамка от компьютера. Системная плата. Болтики, винтики. Линейки памяти, клавиатура, Wi-Fi. Тоже клавиатурная панелька, аккумулятор. Здесь вот верхняя крышка. Матрицу я убрал в шкаф, чтобы не разбили случайно домашние. Вот она вот снята была вот отсюда, разобрана. Здесь вот, кстати, крепления выломаны. Надо придётся думать, как восстанавливать крепление. Правая петля нормальная. Вот она стоит зафиксированная. Как-то так. Ну что, будем собирать потихоньку. Скреплять, усиливать петли. Ну и так далее и тому подобное. Да, чуть не забыл. Вот на нижней, на верхней крышке ноутбука, где установлены такие вот пистоны монтажные, скручивают, которые под болтовые соединения. Здесь вот тоже были стоечки, разбитые, раздолбанные. Пришлось их формировать из двухкомпонентной, быстро застывающей эпоксидки-поксипол. Ну вот такие вот получились стоечки. Три стойки. Вот одна. Вторая. Стойка. Вот третья стойка. Их пришлось вот формировать. Вот так вот сформированы они. Ладно, едем дальше. Собираем. Так, ну вот я прикрутил пока стойку левую петлю. Армировать будем, наверное, эпоксидной смолой. И правую, и левую петли. Поксидку я взял такую, эпоксипол. Так как считается, что она одна из самых высокопрочных. Склеивает всё. Здесь вот даже ценник указ. Дальше устанавливаем матрицу. И фиксируем её. Здесь на фото представлен этап сборки компьютера. Собираем его, прикручиваем системную плату, подключаем разъёмы, проверяем, что у нас всё нормально. Эта полоска, это блик просто. Укладываем кабели. Здесь тоже пришлось пластмассовую часть там восстанавливать. Ну и вот этапы сборки, показанные на фото. Свидетельство это о том, что компьютер был собран в исходное состояние, почищен. Ещё нюанс. Аккуратно надо смотреть кабели, чтобы подключение кабелей было аккуратное. Без всяких перегибов, изгибов. Следы, ну, саму пайку смотреть надо, чтобы не отломалось что-нибудь по пути, пока собираете или разбираете компьютер. Так как сейчас всё паяется на бесвинцевой пайке. Это уже, как бы, завершающий этап. Установка клавиатуры здесь требуется, как бы, на чип видеопроцессора была нанесена тоже паста, и термопрокладка была установлена, так как изначально здесь её почему-то не было.